Добрый день, зрители канала Шутинский Кири, я Дмитрий Лукашев и вот Никита Лукашев. В этом выпуске мы расскажем, как мы проводим осенние тренировки. Сегодня выходной, суббота, завтра воскресенье. Мы на даче, недалеко от дачи, где-то в пяти километрах у нас есть такая дорога. Это трасса М7 Владимир-Нижненовгород, деревня Дворики, поворот на турбазу Велес и на озеро Запольское и на технический лагерь. По дороге в субботу машины ездят не часто, но все равно 2 часа, вот две видите, проезжает. Мы приезжаем сюда, останавливаемся здесь, Никита переодевается, вот, я достаю роллеры, палки, вот, Никита одевает ботинки, как всегда неспешно, поедет вот туда, где-то туда 3-3 километра, до вертолетной площадки, до лагеря, где раньше была территория смысл. Кстати, благодаря этому лагерю здесь вот такой шикарный асфальт, вот, но есть участки, где он, конечно, через два года кончится, этот асфальт. Мы приехали на вертолетную площадку, точнее сказать, к озеру Запольскому. Поставил машину, вот это у нас вертолетная площадка, так выглядит здесь, когда была территория смыслов, лагеря располагался, он там за машиной, там в асфальте, там под КПП, парковочка, там внизу стояли пожарные МЧС, машины, там тоже еще один пост для вертолета, тоже площадка. Вот, расстилаем коврик, благо, что его не сдувает, вот такая мини-пирамидка, палочку разложился, чтобы здесь разложил, закрепил, чтобы ее не сдувало, складывалось. Поставили, метр 12-15 установочка, вот, ее я поставил сразу сдувало, я пошел, взял сэндбэк, взял сэндбэк, сумку с песком, на 16 килограмм положил сумку, все, мишень, как видите, стоит, ну, может, чуть шелохается, но, по крайней мере, ее не переворачивает, вот, так все вот видит этот мишеньки, вон, коврик лежит, вот, размялись, полежали, потренажили, вот, и поехали туда разминаться, тренироваться с винтовкой, вот, в принципе, мы после сбора, нам сильно напрягаться не надо, восстановительная неделька, вот, ну, и, как бы, совсем ничего не делать, тоже не надо, надо хотя бы вспоминать, что это все-таки, ну, биатлоном занимаемся, не только на роллеры кататься, на какие-то скантовки делать, да и так, просто винтовку, так, муляжную винтовку руках подержать, такой у нас биатлон в Владимире, вот, муляжный, вот такой вот муляжный биатлон, вот, на дороге, можно сказать, в озеро, на месте хорошее, вот, душа отдыхает, вот, но, на самом деле, в настоящей стрельбе, там, ну, к запаху пороха и пулям отношения никакого не имеет. 10 секунд 25 секунд Все, отдых, отдых на круг, палки снимай, стойка 10 секунд 10 секунд 10 секунд Ну, вот, в общем-то, как-то так проходят наши субботние тренировки, то есть, вот, в таком, каком-то, ну, понароченном режиме, в плане стрельбы, вот, единственное, что на этих тренировках, как бы, хорошо. На этих тренировках хорошо, что спортсмен катается с оружием, не забывает роллеры, что в данный период осенний брейсбежек в катке позволит потом лучше встать удобнее на лыжи быстрее перейти. Вот он подходит, а я тут мини-станцию тут сообразил для съемки, вот, потом можно будет анализировать, видите, вот, как этот приборчик можно, вот, так, поснимать. Поворачивать красоту. Лёшка у тебя! Вот так я снимаю, засекаю секунды, заход на кубрик 18 10 10 10 10 11 11 12 12 13 13 22 14 15 18 10 22 с половиной с круга заходи снимаешь палки покажешь дыхание смотришь ветер и работать учетом ветра все же спокойно если ветер смотришь и дует и раз пропустил там обстоятельства сейчас вроде ветра нет но у нас тут небольшая часть нашей тренировки закончена со стрельбой сейчас у нас будет заминка как вы видите с утяжелительным жилетом давненько его не было наших роликах и я хотел бы немного сказать про осеннюю подготовку вообще как вы увидели тренировка была достаточно короткая во первых потому что осенью уже не натренируешь ничего и задача осенних подготовок просто удержать ту форму до вкатки которую вы получили летом потому что основная работа как вы уже наверно поняли смотря наш бог проходит летом допустим как в сактывкаре было на сборе в салочах и так далее первую запись записывал с музыкой тут на базинский играл и решил перезаснять хотел рассказать про этот жилет мы его где-то то ли в начале лета я его купил выбирал тому за двадцать тысяч какие-то были фирменные не помню то ли рыбики то ли еще какие то вот и в итоге нашел там вот ironstar парень в инстаграме рекламирует вот какой-то жилет там со скидкой купил за 8 500 я вроде бы у него плюс доставка вот работаем с этим жилетом не так много два раза мы его использовали по три километра просто ради каких-то силовых тренировок на роллерах вот почему немного потому что ну спортсмен молодой никита то есть ездить с этими нагрузками на кости все-таки дали это на на колени я решил не не пользуюсь его много сегодня просто объемчик небольшой был причем в машина его положено хоть раз как-то попользовать его да и суть то что как бы равнина у нас может немножко как бы сымитируем силовую нагрузку в основной оценке машинка на велес едет отдыхать наверное вот площадке вертолетные до дороги как я говорил 3 3 километра честь нужно проработать он когда паровник упрекла как я тоже устал сейчас посмотрим вроде идет ничего что на каждый шаг работы вот такие у нас тренировки можно сказать да отъезжаем от деревни лицом отъезжаем от деревни где-то 7 километров до сюда тренируемся вот так вот вот в основном на неделе это из города едем до сюда 30 километров и так тренировка вот вся занимается с дорогой порядка трех часов я уже говорил то что в городе как бы у нас нету стрельбище да и последний раз был секции там обрадовали нас о том что теперь комната хранения оружия у нас не в тире а где-то рядом с бассейном это где-то если ехать на машине то минут 7 а если вот брать там приехал туда забрал у бассейна в какую винтовку поехал в тир в тире поработал все положил машину поехал потом все если вдруг и в автобусе поехал потом все это делать снова к бассейну положил назад назад винтовки я что-то вот это юмора там не понял вот но короче по это понял что занятия с оружием и свинтовками владимирской школе теперь больше наверное нормальных не будет вот и по сути наш вариант остается наверное один из единственных возможных которые можно провести во владимире ну и следующий этап это сгонять как бы обрезать ну и вот как бы подходит к концу наша тренировка скажем вот где она началась в этого домика тут она и закончилась говорю зрителям то что закончилась наша тренировка там где она и началась где и было расскажи вы свое впечатление про жилет iron star не знаю как зовут владельцем там сам рекламирует мы рекламируем жилет iron star может он нам потом говорили вещь хорошие можно в принципе дозировать нагрузку выбирать разный да я покажу какие там эти где-то падешь в этом кармашке вот так вот эти мешочки вот такие мешочки вот вот один у нас вот здесь вот два вот здесь вот вот так выглядит мешочек вот этот ладошки ну порядка 6 где-то 7 килограмм час в этом жилете и 3 зависть для равновесия вещь хорошая удобно он или как да удобно хотел сказать вещь хорошая применять размеренно и в меру но ты сейчас устал вот или кажется честно говоря я сейчас ехал не слабо поэтому я реально прилично так подустал сколько сейчас было вам не ну час тебе 7 килограмм где-то где-то одна десятая от моего веса как нужно ну же совет да немножко там как бы этот потому что мы это особо не гонялись немножко поднабрячь на что объемчик не особо большой километражу все скажи зрителям до свидания мы это поедем мы деревню домой бабушка драйники нам оставила стать у нас будет тренировку 3 в одном тоже типа длительная стоять она будет сбег велосипеда и роллеров что-то подобное мы делали в прошлом году это тоже мы завтра запишем так что всем пока увидите мы поехали домой основном позвонили родителям они в баню пойдем вот дедушка там все затопил сюда ждет до свидания второй день уже выехали на тренировку 3 в 1 сейчас у нас вела этап поедем какую-то деревню которая находится близко к тихе не знаем ее название но вот как раз сейчас мы это и узнаем получается у нас будет 30-40 минут на велосипеде 30-40 минут бега и также на лыжи-роллерах классическим стилем заезд в эту деревню куда мы и направлялись у меня вообще была задача наехать до той церкви идея взлететь там на квадрокоптере но сожалению сможем ее только заснять с земли у нас по этой дороге тупик и нему придется через центральную дорогу заезжать сюда есть еще одна плевая дорога сейчас мы ее исследуем здесь я думаю она нас точно выведет в деревню ничего по этой дороге не нашли все-таки видимо придется заезжать через главную заехали в деревню нет никаких названий что за деревня почему и половина домов не видимо уже заброшено думаю мы найдем проезд к этой церкви но это не точно потому что здесь какие-то руды пожарные и пожарные болота видимо все-таки проезд будет ну вот доехали мы вот этой вот разрушенной церкви с колокольней церковь реально вот большая издали казалось а деревенька то вот реально заброшено можете вот те дома которые мы заезжали вот они видимо ну живут они живут в этой деревне но их отдельный въезд они нормальные а сама деревня не скажет что не она не нормально просто она заброшена в этом приезжали пять домов к ним даже дороги вот следов не что можно на машине профи канавы может только пешком пройти то есть такая вот уже заброшенная деревня получается пару домов они там живут какая-то дорожка я сейчас обследуем можно ли по ней выехать вот и двигаемся назад переходим на кросс честно говоря у нас в районе много всяких вот таких вот сооружений уже заброшенных могли видеть из наших роликов блогов практически с каждые пять-семь километров такие то есть вот даже той же самой готихи готихи тоже поехали дальше посмотрим чё пойдем сможем ли выхать отсюда на трассу смотрите-ка какое прудилище мы нашли посреди этой деревни здесь видимо даже рыбу ловить можно он мосток тут стоит смотри ядро и купаются рыбу ловит наверно никто про это место не знает а он фирма заброшенная честно говоря неожиданно было увидеть такой пруд в этой деревне потому что пожарный небольшой пруд мы уже нашли здесь это хоть такой естественный да и раз он даже обитаемый поедем посмотрим одесса здесь то ли кровать к этой тоже чуть ловит наверно карась на живете точно вроде бы смогли выбраться из этой деревне по прогону и дорога нас ведет через заброшенную ферму левый этап уже закончился вышел около часа сейчас я уже бегу вы же роллер на это будет там же где вчера получается до туда я бегу и там меня уже будет ждать папа вместе с лыжными ботинками и лыжероллерами как я и говорил мне надо было добежать до поворота на велес корреспондент уже как видите немного переоделся ну я сейчас за ним буду делать классические ботинки и одевать свои swix triac carbon classic да вот мы и на роллер мои swix triac carbon classic честно говоря не хватает времени записать обзор этих роллеров хотя мы за эти выходные очень хорошо поработали и засняли чуть ли не пять роликов пришло время завершить этот выпуск на такой вкусной ноте мы жарим шашлык на этом заканчиваются наши выходные кому-то еще лекции переписывать и ролики монтировать рабочая неделя в общем то на этом мы с вами прощаемся всем большое спасибо за просмотр всем пока до свидания до новых встреч и 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